Эфир ТВ-21 продолжает деловая среда. В студии Илья Комлев. Здравствуйте. В Мурманске прошел региональный экологический форум. В таком формате обсудить вопрос охраны природы и сохранения биоразнообразия в Кольском заполярье решили впервые. Инициатива создать единую диалоговую площадку для всех заинтересованных сторон принадлежит правительству Мурманской области. К обсуждению природоохранных мер пригласили представителей научного сообщества, органов власти, местного самоуправления, а также волонтеров, сотрудников заповедников, руководителей крупных промышленных предприятий. В целом по области нам в полтора раза за пять лет удалось вообще выбросы вредные в атмосферу снизить. А если брать, например, такие самые опасные вещества, как диоксид серы, то есть самый кольский ГНК, то это снижение произошло в 5,7 раза. Если говорить про Кольский, у нас продолжаются проекты по очистке источных вод, у нас продолжаются, они такие переходящие, там проекты достаточно длинные во времени и большие в деньгах. Это несколько проектов по очистке воздуха, именно как раз в Манчегорске, они рассчитаны от 2024 до 2026 года. Это глобально, это значимо очень, да, вот как вот на 85% от 2015 года. Вот это существенно, и это опять же говорю, почему не бумажные цифры и такая сухая как бы цифрология, а это именно заметно нашим горожанам. Без всяких цифр, статистик, отчетов видно по самой природе, я говорю сейчас про Петческий округ, что действительно природа начала восстанавливаться. Я прямо одно место знаю между Никелем и Заполярным, где вот можно летом или зимой посмотреть, и действительно любой человек скажет, что да, природа восстанавливается. Первая сессия форума, на которой речь шла о взаимодействии власти и бизнеса, завершилась подписанием меморандума и целого ряда соглашений. Сегодня мы говорим о том, что все предприятия должны выступать единым фронтом, должны понимать, над чем необходимо в первую очередь работать. Для этого мы создаем экологический календарь и, соответственно, соглашение подписываем с каждым предприятием, которое будет его исполнять. Создание Большой Кульской тропы, программы сквозного путешествия по экологическим маршрутам региона и форсирование разработки плана сохранения биоразнообразия на особо охраняемых природных территориях в Мурманской области обсуждали на двух других сессиях форума. Своим опытом, планами, идеями на них в том числе делились эко-волонтеры. Сегодня добровольные помощники готовы не только работать руками, убирать мусор, но и решать, скажем, педагогические задачи. Я считаю, один из успешных кейсов нашего экопросвещения – это пазлы, которые разработаны волонтерами со специальными вопросами, которые в игровой форме позволяют пройтись по двум темам. Это наша арктическая хрупкая природа, и вторые пазлы – это об ответственном потреблении. Находят в себе применение волонтеры и в заповедниках региона. С их помощью на особо охраняемых территориях создаются экотропы. В Лапландском заповеднике, к примеру, планируют летом достроить кругосветку – тропу, на которой у каждого будет шанс встретить северного оленя. Прямо сейчас, там, где тропа, там кормятся олени, стадо полоста животных, копытят ягель, добывают поэтому. Вот сейчас такая ситуация. Второй большой проект – мы будем с нашим градообразующим предприятием получили грант. И будем делать тропу к истоку жизни. Одна тропа у нас будет проходить по острову. Значит, там люди смогут понаблюдать за птицами, посмотреть, какие животные обитают на литерале. В общем, будет интересно. И еще у нас есть план по обустройству тропы на острове Медвежий. Там были первые рудники в России, разработанные. Оборудованных для экотуризма мест с каждым годом в Мурманской области становится больше. Сейчас появилась идея объединить их все в рамках одного маршрута, который покажет природу региона во всем ее разнообразии. Это непросто, потому что тут вопросы землепользования, организации процессов, оператор необходим у этого всего. Но у нас уже есть очень хорошая база в регионе. У нас есть комитет туризма, у нас есть туристко-информационный центр, у нас есть особое охранение природной территории, которые к этому прикладывают много усилий. Поэтому я думаю, что все должно получиться. Но, конечно, мы рассчитываем на поддержку власти и бизнеса тоже. С 2025 года в России начнется реализация обновленного нацпроекта «Экология». Региональный экологический форум в честь подготовки к его запуску. Объявленные цели – стопроцентная сортировка отходов, формирование экономики замкнутого цикла, двукратное снижение выбросов загрязняющих веществ. Такой выдалась эта деловая среда. С вами был Илья Комлев. Удачи и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова